Если вы думаете о том, что Арцаха в Айстане с Айстаном, то есть, конечно, что Макрон говорил с Путином по вопросу статуса Арцаха, согласовав эти позиции с Байденом. Я думаю, что если Россия проявит правильную принципиальность, то есть, понимая, что для Армении вопрос Арцаха не менее важен, возможно, даже в некоторой степени более важен с исторической точки зрения, чем для России, например, даже Крым. Потому что Россия владеет Крымом со времен Екатерины II, а Арцах для нас это куда более долгая история, чем, например, для русских Крым. Я очень надеюсь на то, что Путин проявит свою принципиальность. Но меня настораживают некоторые вещи, Тигран. Меня настораживает тот факт, что Алиев, он откровенно шантажирует российское руководство. Алиев позволяет себе угрозы. Он в интервью РБК как-то сказал, что Россия обещала с ним согласовывать списки людей, которые будут приезжать в Арцах. Более того, Алиев сказал, что Россия ему еще кое-что обещала. Важно об этом Алиев пока еще не рассказал открыто общественности. А что именно такое Россия ему пообещала? Наверняка Алиев рассчитывает на закрытые полуарные истории с Путиным. Наверняка они о чем-то друг с другом договорились, раз уж Алиев это говорит публично. И в Москве это никто не опроверг. Так что я думаю, что у Путина будет сложная история. Я соглашусь с тобой в том, что ни Европа, ни тем более администрация Байдена, которая в сентябре 2020 года была в оппозиции Трампу, они не хотят сохранять тот статус-кво, который сформировался в регионе, по объективным причинам, потому что у них другая международная повестка. Но не хочет Байден создавать огромные проблемы соседнему с Арцахом и Арменией Ирану. Но не хочет он создавать эти проблемы. У него совсем другая международная повестка. Он будет договариваться и с Ираном, и с Китаем, и с Европейским Союзом. А Макрон пытается помочь Байдуну в этой истории. Тем более, что надо сказать откровенно, французы, они традиционно, и это нужно обязательно отметить, они наиболее последовательные союзники армян на международной армии. И лично Макрон для этого очень многое сделал. Многие французские президенты для этого многое сделали. Так что мы должны быть им тоже благодарны. Это дается очень тяжелой ценой, потому что я прекрасно осведомлен о том, что огромная закулисная борьба была осенью 2020 года в стенах французского парламента. Я знаю, что еврейская диаспора, я знаю, что британская разведка оказывала серьезнейшее давление на Макрона. Я знаю, что турки оказывали серьезное давление. И вот эти теракты, которые произошли во Франции, это поножовщина. И не только во Франции, там, кстати, в соседней Австрии тоже дела были такие очень сложные. Там были сомнительные истории. И я думаю, что турки и британцы приложили к этому руку, чтобы шантажировать Европу. То есть и Европа, и на самом деле с Соединенным Штатом это не просто. Но и здесь надо армянам быть, в принципе, определенные подлинные страны встегаются за наши интересы. Другое дело, насколько мы сами принципиальны в своей борьбе. Я про правящий класс Армении. Потому что когда у тебя премьер-министр подписал это непонятное соглашение, позорное, я его называю Мюнхеном армянским. Это Мюнхенское соглашение, аналогичное тому, когда делили Чехословакию с Гитлером. Это то же самое, один в один. Сложно рассчитывать на то, что человек, который подписал армянский Мюнхен, может последовательно отстаивать армянский интерес. Мне сложно это себе представить. Очень сложно. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, в любом случае, я хочу лично от себя, лично от себя, я хочу поблагодарить и Макрона, и Байдена за ту принципиальность, которую они все-таки несут в своей внешней политике и в армянском вопросе. Скажи, пожалуйста, вот позиция России в данной ситуации, я честно тебе скажу, не совсем понимаю позицию России здесь, потому что, по-моему, в ноябре президент Путин давал большое широкое интервью различным средствам массовой информации, он там, в общем, намекнул, вот ты правильно говоришь о том, что, а почему Армения не признала Карабах во время войны, это первое, и до войны, потому что, говорит, мы вопрос Крыма решили очень просто, мы признали Крым, ввели туда, ну, как бы там были российские войска, военно-морской флот, там очень крупное объединение военно-морского флота, и все, и мы вопрос этот для себя закрыли. И он, как бы, немножко упрекнул даже армянское руководство, что, а почему Армения не хочет сделать и не хотела сделать то же самое, это первое. Но, с другой стороны, он сказал, что с точки зрения международного права Карабах, это, в общем-то, Азербайджан, но сказал, ну, там есть все-таки свои нюансы, это не совсем Азербайджан. То есть, понимаешь, с одной стороны, он говорит, ну, потакает Алиеву в том, что Алиев прав, что это Азербайджан, а с другой стороны, говорит, ну, не совсем так. Я не совсем понимаю позицию России. Ты ее вообще понимаешь? Да, понимаю, понимаю. Россия просует перед Турцией и пасует перед Азербайджаном. К большому сожалению. И если бы не реакция Макрона, если бы не реакция китайцев, если бы не реакция Байдена, то я думаю, что мы бы уже давно потеряли бы Арцах полностью. У меня нет никаких иллюзий, Тигран. Я это говорю откровенно много раз и готов сейчас повторить. У России нету четкой позиции по Кавказу в целом. Ее просто нет. После того, как Россия вывела свои войска из Грузии, после этого мы должны были уже тогда очнуться. Мы, армяне, должны были очнуться, мы должны были понимать, что Россия из региона хочет уйти. А мы не очнулись. После того, как в 2010 году Россия отдала Азербайджану Лизгинские села, мы даже тогда не очнулись, Тигран. Мы, я имею в виду, армянское государство. То есть мы еще и тогда впитали какие-то иллюзии и надежды. После войны на Украине 2014 года и на протяжении последних 7 лет этой войны мы же тоже не сделали правильных выводов из этой войны. Когда в Донбассе убивали русских людей совершенно безнаказанно. Да и не только русских вообще, но что такое Донбасс для России? Это невероятно важная история. Мы только про Крым постоянно говорим. А в Донбассе живут такие же русские люди, как в Крыму. Они ничем не отличаются. Ни цветом глаз, ни цветом кожи, ни своим происхождением, ни генетикой, ничем. Ну и что произошло с этими людьми? За них вообще кто-то вступился? Кто-то признал их права? Знаешь, что такое жить 7 лет в условиях вот такой ужасной войны? С такими огромными потерями? То есть мы вообще располагая определенной информацией, которая доходит, имея возможность консультироваться с разными людьми. Но неужели они за эти годы не понимали, что у России не может быть четкой позиции, что Россия не сможет вступиться за армян. То есть мы неграмотно оценивали ситуацию, Тигран, международную ситуацию и ситуацию внутри России. Но стыдно тоже, понимаешь? Стыдно. Потому что уж кого-кого, но Россию мы обязаны знать досконально. Досконально мы должны знать. Потому что это вопрос, тесно связанный с нашей судьбой, с судьбой нашего народа. Ну то есть опять мы сами виноваты. Конечно. Всегда во всех бедах мы сами виноваты. Когда нас кто-то предает, а я придерживаюсь принципиальной позиции. Я считаю, что Россия предала Армению и предала Арцах. Арцахских армян. Своих единоверцев. Вот турки, турки, азербайджанцев не предали. Они шли умирать за азербайджанские интересы. Мы можем как угодно относиться к туркам, имея свои личные исторические претензии. Но турки пошли и охотно, с радостью умирали за своих единоверцев. А охотно. И не задавали себе вопрос, а что, когда мне в России говорят, что мы должны с турками, ради вас армян умереть. Вот мой дед, у него было два брата. Которые были достаточно серьезными людьми в советском Азербайджане. Когда началась Великая Отечественная война, вот эти два брата, они были очень состоятельными людьми, крупными, кстати говоря, чиновниками, банкирами. В советское время они не получили бронь. Они пошли на фронт, и они погибли за Советский Союз. Они не задавали себе вопрос, они за русских умирают, за таджиков умирают, или за узбеков умирают. Понимаешь, о чем я говорю? Они умирали за свою родину. А здесь, в Москве, нам задают такие вопросы. Люди, от которых я этого вообще не ожидал. Вот о чем речь. И вот такие роды истории мы тоже должны принимать во внимание, когда мы анализируем события. Скажи, пожалуйста, а тебе не кажется, что мы в этом виноваты ничуть не меньше? Потому что на протяжении длительного достаточно периода многие трубили и говорили, что Азербайджан усиливается, позиции Азербайджана усиливаются на территории России. Азербайджан подкупает чиновников, Азербайджан подкупает лестью, деньгами, я не знаю, там, какими-то действиями и так далее. Неважно. Политологов, ученых, политиков, политологов и так далее, и так далее. И что в это время делала Армения? Все у нас хорошо, ничего страшного, да? То есть, а кто виноват в итоге? Россия виновата? Или Армения виновата? В первую очередь, Армения виновата, конечно. Вот я тоже придерживаюсь позиции, что всегда надо искать в себе, а не в других. И перед тем, как обвинять Россию, надо посмотреть на себя. А что мы сами сделали для того, чтобы было иначе? Может быть, где-то есть наше упущение и немаленькое упущение? Ну, в отношениях всегда виноваты оба, Тигран. То есть, было бы несправедливо, если бы мы с тобой, значит, обвинили во всем только армянское руководство, и было бы несправедливо, было бы несправедливо, если бы мы, например, выгораживали бы Россию. При том, что мы... Абсолютно никто не хочет выгораживать ни одну из сторон, но мы хотим сказать, что когда в Армении сегодня встают и говорят, только Россия во всем виноватым нас не поддержала, я считаю, это неправильно. Да, у России, наверное, есть своя вина. Да, потому что Россия, на мой взгляд, очень близоруко подошла к этому вопросу. Потому что завтра, послезавтра, не дай бог, если что-то произойдет в том же Донбассе, может быть даже что-то произойдет условно на Закавкаде, и если не дай бог что-то произойдет с Арменией, условно сейчас я говорю, я уверен, что этого не произойдет, но даже если это произойдет, очень скоро аухнется на территории Российской Федерации. Нужно это Российской Федерации? Думаю, что нет. Но Российская Федерация понимает это? Я не знаю. Исходя из тех шагов, которые Россия предпринимает, у меня большие вопросы, например, к руководству России, я имею в виду, я не беру русский народ, который братский народ для армян, просто вот братский народ, я очень люблю русский народ. Да, да. При этом я тебе хочу сказать, что исторически армяне в России себя чувствовали замечательно. И наше братство двух наших народов, оно незыблемо. Оно было, есть, оно всегда будет, я даже не сомневаюсь в этом, потому что мы настолько близки как в религиозном смысле, так и в общечеловеческих ценностях. Мы действительно очень близки. И просто не видеть это и пытаться обойти это стороной ради непонятно чего и в России, и в Армении, я считаю, это просто глупо и даже в какой-то степени преступно. потому что я уверен, согласись или опровергни меня, что без России Армения жить не сможет. Существовать на карте мира Армения не сможет. Точно так же, если не будет Армении, вопрос, а как будет существовать Россия? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова